Всем привет! Наступило 27 мая, понедельник, новая неделя. И такое ощущение, не знаешь, за что хвататься. Я еду в лифте на подземный паркинг, чтобы забрать машину и подъехать к секции, забрать Катюшку. И мы с ней вместе едем в офис. Я надеюсь, что эта неделя будет продуктивной, плодотворной, потому что очень много событий намечается. И мероприятия планируются целых два на этой неделе. И я надеюсь, что с налоговой инспекцией будет хоть что-то ясное. И наконец-таки смогу закрыть себя КПП и открыть в новом статусе уже самозанятого. Поэтому планов много. На очереди, конечно, запуск нашего сайта. Лавки чудес, новые версии, обновленные 2019. Тоже с нетерпением все ожидаем этого счастливого дня. И уже перестаем в него верить, потому что мы к этому уже шли, наверное, года два-три. Вот, поэтому надеюсь, что у нас все получится. Желаем сами себе удачи. В общем, как я предполагал, день проходит не супер весело. В рутине, в работе. Вот делаю как раз сайт Лавки чудес. Сейчас вспоминаю наши старые интересные проекты, восстанавливаю. Вот это я. Не знаю, видно, не видно. Был такое мероприятие. Алиса в стране чудес. Корпоратив в 2011 году. Как раз сижу, пишу статьи. Все переделываю, чтобы все было стильно, современно, актуально. Так вот день и проходит. Время вообще горит, как порох. Уже в половину восьмого вечера ощущение, что вообще ничего не сделал. Время 23.20. Я на подземной парковке. Катюшку уже высадил. Она пошла домой. Мы вернулись. День, конечно, малоинтересный для видеоблога. Но на то он и видеоблог. А именно конкретно мой. Потому что это 2019 год. Напомню, я решил вести блог 365, где каждый день должен хоть что-то, но снять, чтобы законспектировать себя таким на память. И законспектировать основные события. И даже не события. Поэтому этим он и интересен. Мой такой эксперимент. Это есть как у людей. Кто-то там зарядку делает по утрам каждый день. Кто-то еще что-то. Вот. Себя преодолевает. А я вот таким образом себя преодолеваю через этот блог. И оставляю память самому себе и своей семье на будущее. Сегодня, конечно, мы пахали как могли в офисе. Но состояние к вечеру такое как раз боевое. Хочется работать, работать, не ложиться спать. Остаться в офисе и дальше что-то делать. Но ты понимаешь, что так не бывает. Надо немножко отдыхать, восстанавливаться, чтобы дальше продолжать. Но, конечно, состояние такое, что ничего не успеваешь. И от этого такая легкая, не то чтобы депрессия, но есть какое-то разочарование и даже скорее больше обида. Хочется уже какие-то объемы работы закончить и перейти на следующий этап. Тем более, что все этапы взаимосвязаны. И нельзя перейти на следующий этап, пока не сделаешь предыдущий. Надеюсь, что у нас все получится. Даниленок сегодня звонила мне в офис по видеосвязи. Жаловалась, что не может поймать свету, что света недоступна. Скоро малышка поедет в Думондах и Пикассова, там, где она отдыхает последние уже, наверное, года три. Мы ее туда отправляем на все лето. Они как-то там уже сроднились с этой местностью, с бытом, с тем, что там происходит, и им там хорошо. Поэтому, с одной стороны, нам станет еще легче, потому что, наверное, вообще попадет необходимость ездить в офис, можно будет работать дома. Но, с другой стороны, конечно, у малышки скучать. И, конечно, будем постоянно мотаться. И я надеюсь, что я свой блог к тому моменту не заброшу. Буду еще и оттуда вести репортажи, которые также нам останутся на памяти. Вот таким вот был этот день. Кстати, сегодня я получил, наконец, видеозапись от канала РЕН-ТВ. Исходник смонтировал, загрузил на свой YouTube-канал, в раздел, где я в СМИ, как свадебный эксперт. И теперь это видео уже доступно для просмотра. Таким вот был этот день, 27 мая 2019 года. До завтра. Пока-пока.